Весной Духовной Весной Духовной Весной Духовной Преподобный в Арсенофии Великий говорит, тот пост, при котором человек теряет физические силы и не имеет сил ни на службу ходить, ни исполнять возложенное на него дело, этот пост считается неправильным. То есть соблюдать меру поста, необходимую и таковую, чтобы у человека это не ввергло в уныние, а помогало ему духовно бороться с грехом и со своей плотью, ослабляя ее. Поэтому, если плоть ослаблена то ли болезнью, то ли старостью, то ли, например, какая-либо мама носит в очреве своем будущее и дитя свое, то уже ради таковых пост послабляется. Но послабляя себе пост, вы должны иметь рассуждение не только свое, потому что мы всегда сами себя жалеем и часто с саможалением относимся, но советоваться с духовным своим отцом о мере поста, который нести во святую Четыридесятницу. Помните всегда, что Богу нужен не пустой желудок, а чистое сердце. И как Василий Великий говорил, что что толку, если мы будем бледнеть от поста, осенеть от злобы на ближнего? Постарайтесь, братья и сестры, как наши деды и прадеды, с ревностью пройти этот Великий пост. Надеясь на помощь Божию и милость Божию, постараться с усердием сохранять святой пост. Это мы сейчас стали такие разленившие, самим себя жалко нас, поэтому мы и послабляем посты. А вспомните наших дедов и прадедов. Они держали строгий пост, когда и поста не было, потому что и голод перетерпели, и военную нужду, и предвоенную раскулачивание, и ссылки, и голодоморы, и послевоенный голод 47-го года. Да и потом, так как мы сейчас питаемся, они и на Пасху не питались. И мы часто себя жалеючи начинаем послаблять пост и думать, что вот мы его не выдержим. Все угодники Божии содержали пост даже в глубокой старости, и многие из них прожили долгие, годы, исполненные 90-летием и более чем 100-летием. И помните всегда, что пост, братья и сестры, это не просто какое-то телесное упражнение или какая-то диета. Телесный пост физический должен сопряжен быть с постом духовным. Мы должны исповедовать свои грехи, по возможности стараясь полно вспомнить их и напомнить своей совести. Мы должны, братья и сестры, те грехи, которые мы забыли, умолять о них Бога и просить прощения во время таинства маслособорования или елеосвящения, когда прощаются те грехи, которые мы забыли по немощи своей и по беспечности своей. Постарайтесь в этом посту причащаться святых христовых тайн, постарайтесь ходить в храмы на богослужения, но все это нуждается еще в подкреплении добродетелями, то есть добрыми делами, милостыню, мирностью, смирением, терпением, прощением ближним и прочими другими добродетелями, которыми должны сопровождаться наши духовные подвиги. Поэтому пускай сегодняшний день Господь укрепляет вас в этом благом и добром начинании. Сейчас мы только что коленопреклоненно прочитали молитву, в котором и спрашивается сила Божия, «Благодать Божия на несение подвига Святого Поста». И ангел-хранитель, который у каждого из вас есть, будет помогать вам в делах добрых. Слушайте свою совесть, старайтесь жить добродетельно. Не забывайте молитвы и о живых, и о наших почивших братьях и сестрах, вымаливая их пред Богом. Творите милостыню, потому что милостыня избавляет от погибели. Блажений милостиви, якоти и помилово не будут. Старайтесь, братья и сестры, чтобы вы скорбели о грехах своих, а все люди вокруг вас радовались о том, что у них есть такой золотой, драгоценный человек рядышком. Поэтому храни все Господь, Царица Небесная, будьте добрым христианским примером для своих ближних. Их немощи покрывайте любовью, покрывайте долготерпением и молитесь за них. Не старайтесь заставлять там как-то насильно со скандалами идти в храм или еще что-либо. Любовью, терпением, молитвой за них и подсказкой материнской или отеческой постарайтесь расположить их души к тому, чтобы и они устремились в блаженной вечности, путь спасения. В том вам всем помоги, милостивый Господь Божий всем благословение. Аминь.